Ночь длинных ковшей 2. Сегодня, накануне, несколько часов назад, в Москве снесли около сотни спорных объектов. Власти признали их самостроем. Общая площадь административных разрушений 30 тысяч квадратных метров. На добровольный монтаж согласились почти две трети владельцев, а всего, напомню, в списке было 107 объектов. Тем, кто добровольно согласился сноситься, выплатят компенсацию от города. А вот те, кто не пошел навстречу властям, не получат ни копейки. Как, к примеру, владельцы кафетерии у станции метро Кропоткинская. Этот самый кафетерий, по мнению экспертов, мог вызвать затопление метрополитена. Алина Гилева наблюдала за сносом. Практически 12 часов ночи в Москве. Вот здесь, около метро Кропоткинская, вот уже подготовилась вот такая техника. Сейчас небольшая пресс-конференция идет вот за моей спиной. Давайте поближе подойдем, посмотрим, что там происходит. Сейчас у нас появилась такая возможность, и вот мы все, наверное, ресурсоснабжающие организацию эту ситуацию приветствуем. Что появилось законное основание для сноса вот этого сностра. За моей спиной здание буквально через пару минут его снесут. Быстренько зайдем, посмотрим, потому что уже выгоняют, как оно выглядело. Я не знаю, что здесь было. А, здесь была кофейня-шоколадница. Вот здесь по утрам, возможно, кто-то пил кофе, кушал круассаны. Ну, а сейчас это здание, неизвестно, сколько оно простояло, сейчас его снесут. Люди, владельцы вот этих зданий сейчас, которые рушатся буквально внешне, если честно. Ой, мамочки, безумно жалко. Они не получат никакой компенсации. Я считаю, с 2013 года были обнаружены почти 5000 вот таких незаконных построек. Они мешают тому, чтобы безопасно, скажем, развивалась архитектура города, потому что все эти снесенные уже, и которые только будут снесены, все эти постройки, то они находились все в незаконном месте, скажем так, в зоне повышенной опасности, рядом с электросетями, водоснабжением и так далее. Типо сегодня ночью должны снести 77 таких уже не очень красивых зданий, и так говорит город, то вместо таких уродливых построек, незаконных самостроев, теперь для москвичей, если в столице появятся красивые тротуары, места для парков, отдыха и тому подобное. Я повторю, что те, которые самостоятельно, или вот эту такую незаконную постройку, то им выплатит город где-то порядка 55 тысяч рублей за каждый квадратный метр, если же написали заявление, чтобы город это сделал за свой счет, потому что у них, например, нет на это либо денег, либо времени, либо средства, 51 тысяча за каждый квадратный метр, но владельцы этой шоколадницы не получат ни копейки.